всем привет друзья я купил себе станок для теста моторов что он нам дает в первую очередь он дает нам возможность протестировать винтомоторную группу в которой входит мотор регулятор и конечно же пропеллер и можно на нем получить максимальную тягу этого комплекта также максимальный ток который будет потребляться в данном режиме значит я уже протестировал достаточно много различных моторов которые были у меня и могу сказать что важно иметь в запасе довольно таки приличный регулятор я сначала тестировал на вот такому 30 ампер нам регуляторе цикада думал что будет вполне хватать то есть он 30 40 ампер выдает 40 конечно же в пике но как оказалось его реально мало особенно если вы планируете использовать для теста пропеллеры 545 546 циклоны и в общем то я думаю что и на реальном квадрокоптере данного регулятора будет маловато для такой связочки то есть что самое интересное когда происходит превышение более чем 33 ампера он начинает затыкаться и вся винтомоторная группа начинает выдавать максимум 600 700 грамм тяги что собственно очень странно друзья мотор может быть любой от тяги вы получите всего 700 грамм на пропеллеры 543 конечно же тяги будет больше но все равно будет упираться все это дело время в лимит регулятора поэтому очень вам советую использовать на мощных сетапах регуляторы которые имеют хотя бы размер побольше посмотрите этот регуль на 30 ампер он меньше сороковки но практически в два раза поэтому если у вас какие-нибудь и максики беленькие лет т моторы очень вам советую регуляторы от 35 ампер и так как собственно производится тест давайте начнем с т мотора 2 400 киви вот такой вот моторчик для начала что нам нужно нужно подключить регулятор регулятор у меня припаян разъем x60 его подключаем в разъем выход на разъем вход будем соответственно подавать аккумулятор и нужно будет еще подключить вот такой вот разъемчик вот сюда есть еще у него такой разъем с надписью 5 вольт in через который в общем-то должен питаться весь этот станок но я решил немножко его замодить и разобрав крышку просто нашел бэк на 5 вольт внутри этого устройства и прокинул один провод тем самым запитал его самого от себя не понимаю почему нельзя было так сделать завода и так что сейчас мы делаем давайте наверно сначала прикрутим моторчик на вот такую площадочку которая идет в комплекте вместе со стендом далее берем два болтика меняю биту в отвертке и прикручиваем площадку к самому стенду далее остается припаять мотор к проводам регулятора я использую более длинные провода потому что родных проводов немного не хватает припаивать можно в любой последовательности это роли никакой не играет далее после припайки подключим всю эту систему посмотрим какую сторону будет крутиться мотор и если он будет крутиться не туда куда нужно просто оденем на него пропеллер с нужным нам вращением все очень просто и так мотор припаян не забываем изолировать контакты на всякий случай чтобы не допустить короткого замыкания и теперь подключаем аккумулятор для проверки в какую сторону крутится наш моторчик не забываем что для корректного теста нужно чтобы конкретный регулятор был откалиброван на этом стенде крутится моторчик в ту сторону поэтому сейчас найдем соответствующий пропеллер по поводу калибровки все очень просто делаем максимальный газ подключаем аккумулятор делаем минимальный газ все вот такой пакетик с пропеллерами я подобрал что тут у меня есть давайте посмотрим каждого пропеллера по две штучки соответственно основные пропы на которые стоит надеяться это 5 4 3 в данном случае так гепер си 5 4 3 очень очень классные пропеллеры просто маст хел вот нашел я нужный нам пропеллер и второй проб который нам потребуется это вот такой вот циклончик 5 4 и 6 то есть 50 46 циклон также у меня есть четвертый проб и 40 45 40 45 другого типа вот такие вот двушки злючие но я их особо не буду использовать по причине что они очень острые и снимаю пропеллер с мотора реально просто порезать себе руки да они довольно таки эффективно работают но тяга у них ничем не лучше чем на 5 4 3 но реально друзья снять их с мотора это действительно проблема в прошлый раз я порезал себе руку и так устанавливаем пропеллер и переходим к тесту друзья и так подключаю аккумулятор r-line 155 полностью заряженный проверяем работает ли система да все хорошо не забываем что обязательно нужно нажимать калибровку если здесь отличается от нуля и так все готово к первому тесту давайте посмотрим что у нас получится тест мотора т-мотор f42 2400 киви пропеллер 5 4 3 ну собственно такой вот средний результат 28 всего ампер данный моторчик показал на 2400 киви и тяга была по моему даже ниже чем 1300 грамм давайте попробуем еще раз обновляю значение и все равно значение меньше чем 1300 грамм по моему какие-то из моторов которые были у меня на тесте показывали более интересные результаты однако ток не превысил 30 ампер что в общем-то довольно таки неплохо далее меняю пропеллер и в этот раз установлю циклон не секрет что для моторчиков с киви 2400 2300 желательно использовать более производительный пропеллер как в данном случае циклон циклон очень злой проб то есть тяга должна быть в разы выше в пределах конечно разумного но я на таких пропеллерах не летаю в этом причине что они очень сильно выжирают батарейку и все мои моторы в общем-то имеют киви выше чем 2400 киви меня аккумулятор и так тест мотора т-мотор f42 2400 киви пропеллер 5046 циклон регулятор все те же 40 ампер странно но при полном газу почему-то срывается синхронизация на данном отворе очень странно давайте попробуем еще раз итак друзья результат у нас чуть больше чем 1350 грамм тяги и ток всего 35 ампер очень странный результат друзья потому что я тестировал другие моторчики и там данной связочки тяга была намного больше интересно мотор теплый в общем-то все по штату и так друзья поменял я моторчик на т-мотору 2600 киви и сейчас проверим что он нам покажет тест мотора т-мотор f42 2600 киви пропеллер 543 регулятор 40 ампер вот странно второй раз у меня такой эффект не знаю чем связано я резко дернул газ как всегда собственно но почему-то этот мотор себя тоже повел именно вот таким вот образом и собственно может быть это и есть причина того что некоторые мои квады флипают то есть конкретно я этот моторчик снял с fly fish и fly fish у меня флипал в некоторых случаях давайте попробуем еще раз в этот раз тяга была довольно таки неплохая даже я сказал бы отличная но обратите внимание на ток 40 ампер это конечно не шутки и давайте попробуем еще раз я резко дерну газ посмотрим как себя поведет мотор ну странно в этот раз все было в порядке так меня пропеллер на 50 46 и так тест мотора это мотор f42 2600 киви пропеллер 50 46 циклон регулятор 40 ампер опять все тот же результат но я не знаю честно говоря что вам сказать по этому поводу дал газу и сделал что-то непонятное я думаю что то может быть связано конечно с таймингами регулятора но ведь все другие моторы я тестировал на этом же регуляторе и все было отлично ни один мотор кроме 40 себя так не вел так второй тест какая-то хрень сильнее затянул гайку на пропеллере но вряд ли конечно это что-то даст и последний третий тест ну в этот раз все в порядке и обратите внимание на ток 46,9 ампер не слабый ток и теперь вы должны понимать что если вы используете на моторчиках с 2600 киви пропеллеры больше чем 5 4 3 имейте ввиду что регулятор вам нужен от 35 ампер и выше но конкретно в данном случае с т мотором 35 амперным регулятором здесь дело не закончится он не сможет обеспечить энергией весь сетап я понимаю что сейчас дело не сколько в регулятор и сколько в аккумулятор упирается но даже эрлайн вот такой вот я думаю сможет обеспечить весь квадрокоптер на базе четырех таких моторов четырех таких пропеллеров хотя бы двумя секундами наверное даже тремя секундами полного газа дальше конечно напряжение начнет жестко проседать но пиковые две-три секунды этот аккумулятор должен будет выдать я думаю что причина того что мой детон gt2 на беленьких моторчиках и max rs показал так мало горизонтальной gps скорости это все дело в том что у меня там стояли 30 амперные регуляторы а и max да на 5 4 3 пропах за 40 ампер по моему ходил а на 50 46 вообще 48 ампер итак друзья сейчас посмотрим на тесты других моих моторов погнали тест мотора racer star br 2205 2600 киви пропеллер 5 4 3 50 46 дал циклон тест мотора racer star br 2205 2600 киви пропеллер 50 46 дал циклон тест мотора racer star br 2306 2400 киви пропеллер 5 4 3 регулятор 40 ампер тест мотора racer star br 2306 2400 киви пропеллер 50 46 дал циклон регулятор 40 ампер тест мотора racer star br 2306 2700 киви пропеллер 5 4 3 регулятор 40 ампер тест мотора racer star br 2306 2700 киви пропеллер 50 46 дал циклон регулятор 40 ампер рейс star br 2306 2600 киви 2400 киви пропеллер 5 4 3 регулятор 40 ампер рейс star рейс star br 2306 2600 киви пропеллер 50 46 дал циклон регулятор 40 ампер рейс star br 2306 2600 киви 2400 киви пропеллер 50 46 дал циклон регулятор 40 ампер рейс star br 2306 2600 киви пропеллер 5 4 3 регулятор 40 ампер рейс star br 2306 2700 киви пропеллер 5 4 3 регулятор 40 ампер рейс star br 2306 2700 киви пропеллер 5 5 4 5 3 регулятор 40 ампер рейс star br 2306 2700 киви пропеллер 5 5 4 4 6 и мне это в первую очередь дало возможность оценить какие токи выдает вся эта система в идеальных условиях конечно же на реальном квадрокоптере таких условий не будет и токи там будут намного меньше но по крайней мере я смог в лабораторных так сказать условиях протестировать моторчики пропеллеры и даже регуляторы как оказалось 30 ампер бывают разные вот такой 30 амперный регулятор это одно старенький little bit 30 . он может конечно быть заметно более тяговитым я это чувствовал еще раньше когда на них летал тест мотора auk fly r vector 2306 на 2400 киви пропеллер 5046 дал циклон регулятор в этот раз 35 ампер рейстар так Поэтому не скупитесь, на прожорливых сетапах нужны регуляторы 35-40 ампер, это факт. Советую, вот такой вот регулятор Racer Star, как стоит на моем квадрике за 150 долларов, сетап, который называется Reelag XS220, сейчас его под руками нет, я как раз, кстати, с этого сетапа, собственно, регуляторы снял, потому что понял, что если тестировать моторы, то тестировать их нужно по максимальному току, и у меня был только один дома регулятор такой, который смог бы выдать этот ток, это такой вот Racer Star 40 ампер. Токи, конечно, страшные, 48 ампер на EMAX и 46 ампер на T-моторе, я не говорю, что T-мотор хуже, но мне кажется, что на EMAX на белом были заметно лучшие результаты, я тестировал их, по-моему, неделю назад, поэтому уже сейчас не помню, какие конкретно там цифры были, но вы-то смотрите это видео прямо сейчас и можете сравнить результаты, которые у меня получились. И также я постараюсь создать табличку с тестами, чтобы вы могли потом открыть табличку, посмотреть, какие результаты были у конкретных моторчиков. В общем, друзья, пока в фаворитах, это белая EMAX 2306 2750 киви, это самые мощные моторы, которые у меня были, но, как оказалось, чтобы оценить их мощь, нужно использовать регуляторы на 40 ампер. Тридцаточком на таком сетапе делать абсолютно нечего, и я позже на Diatone GT2 установлю комплект вот таких вот 40 амперных регуляторов, и проверим еще раз максималочку, какую он нам покажет, посмотрим, что у нас получилось. В общем, всем спасибо за внимание, друзья, это был полнейший тест всех моторов, которые у меня валяются по квартире, я думаю, что, может быть, еще там какие-нибудь кобры лежат, но кобры уже не стоят внимания, по той причине, что вы банально их уже не купите нигде. Ориентируйтесь на лучшие моторы, это EMAX и ET-моторы, бюджетный сектор, это различные версии Racer Star от 2205 до 2306S. Довольно-таки неплохие моторчики, как на свои смешные 7 долларов. И также не забывайте за OakFly. OakFly показали незаурядные результаты, и мне эти моторы очень-очень нравятся. В будущем, если будут у меня какие-то моторы на тесте, я также в обзор буду обязательно добавлять показания своего стенда. И тем самым я буду делать полноценный обзор с результатами тестов на данном станочке с пропеллерами 543 и 5046 Cyclone. Ссылка на покупку данного станочка находится в описании под видео, там уже будет обновленная версия, в которой можно будет перекинуть две любые фазы, нажатием на одну кнопку. Это дает возможность произвести быстрый реверс, если вы припаяли провода, и моторчик крутится не туда, куда хотелось, вы нажимаете кнопку, и он начнет крутиться в обратную сторону. У меня еще старая версия станка, все нужно делать руками, или использовать другой пропеллер, или припаивать два любые провода местами. Но там уже будет новая версия, и не забывайте, что для того, чтобы его запитать самого от себя, нужно будет его разобрать и прокинуть один единственный проводочек, вот отсюда вот плюс, его отпаиваем от разъема и кидаем на питание 5 вольт внутри этого самого устройства. Всем спасибо за внимание, друзья, увидимся в новых тестах, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!